Александр, расскажите, пожалуйста, о спектакле, который Рязанцы увидят сегодня. Что я могу вам рассказать? Наверное, проще будет просто прийти посмотреть этот спектакль. Спектакль веселый, спектакль интересный, получивший премию на Российском фестивале. Спектакль... Мы гордимся тем, что этот спектакль поставил Роман Савельевич Самгин. Это прекрасная постановка, где актеры знают, что делают на сцене. Мы с удовольствием его играем. Это очень сложный, но очень интересный спектакль. А о ваших героях можно пару слов? Ну, зачем же о наших героях? Ну, ладно, о своем герое. Фамилия у моего героя Розгильдяев. Дальше продолжать, наверное, не стоит. Человек рассеянный, человек, не понимающий, что ему нужно делать в следующую секунду. Человеку, у которого настолько много дел, что он просто не знает, за что браться в первую очередь. Но нам еще повезло, потому что наш спектакль состоит из двух частей. Это две истории. Ты скажи уже, что два Водевиля. Два Водевиля. Абсолютно разные истории. В каждом из актов, в разных пьесах, мы играем разные роли. То есть у нас на каждого по две роли. В первом акте он играет Розгильдяева, во втором уже другую роль совсем. Да, совсем другую роль. Я играю в первом акте такого, тоже немножечко рассеянного, простоватого, очень добродушного друга разглядяю. А во втором акте такого вот любопильного мачо-художника, скажем так. Очень здорово, что мы играем в этом спектакле, потому что, к сожалению, в нашем современном театре не так много таких хороших классических установок у настоящего, еще старого театра, который поставил замечательный режиссер Роман Савельевич Сангин. Кому вы слышали, что уже начинается репетиция, играет музыка. Вы поете в спектакле? Да, чуть-чуть. Немножечко, да, поем. Ужак, что немножечко. Ну, не в каждом же спектакле. Да, каждый персонаж что-нибудь допоет. Расскажите, пожалуйста, где может вас еще уйти в ближайшее время в таких постановках? Ой! Ой! Ну, где, где, где? Сейчас мы с Борисом, нам повезло сниматься в фильме, можно говорить, да, наверное? Ну, пока, наверное, не стоит говорить названий, да. В общем, нам повезло сотрудничать, мы снова с другом Борисом в кадре появляемся вместе. Редко появляемся. Редко появляемся. У нас у каждого своя отдельная история. Так, так, прям приятно работать, но мы надеемся, что вы скоро увидите. Вы не устаете в этом? Мы в кино много лет вместе снимаем. Не, ну, наоборот, нам не хватает. Нам не хватает. Мы так часто созваниваемся, Геремич Ильич Ильич, ну, давай уже увидимся, покажем друг другу своих детей. Почаще бы режиссеры нас вдвоем были эксплуатировали, но это было бы здорово. Спасибо. Нам очень нравится после «Глухаря» как-то встречаться на одной площадке с Волкой Фекленко, с Владом Котлярским, потому что как-то мы уже знаем, что мы можем друг другу сказать, и мы знаем, что на нас никто не обидится. Правда? Ой, а вы тоже заходили? Нет, это не, 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 с этими не, не, никогда. А новое что-нибудь открыли друг другу за это время? Работа в кино вместе и работа в театре? Слушайте, ну, каждый раз открываются глаза на профессионализм своего ближнего, это прекрасно. Каждый раз... Грани таланта только, грани. Грани таланта, исключительно грани таланта. Вот Борис, когда... Когда Борис появился как мачо, я сказал, это же мой друг, друзья мои. Это же мачо, это же... Вот как все-таки повезло жене Бориса. Спасибо большое. Я сейчас вообще... Спасибо. Спасибо.